То есть они даже не думают, что я болею туда-сюда. У Марселя Газизова редкое заболевание. У него синдром Хантера, одна из форм мукополисахаридоза. Он возникает, когда в организме нет важнейших ферментов, которые служат своеобразными дворниками для человека. С печенью проблемы у него, с дыханием, со слухом, со зрением. И рост, естественно, ниже, чем у обычных деток. При этом у Марселя легкая форма заболевания. Молодой человек полностью самостоятелен. В последнее время его состояние заметно улучшилось. Уже шесть лет каждую неделю он принимает лечение. Он подрос. Легче ему спать, потому что раньше у него очень сильно отекали руки. Ну, очень было ему тяжело. Он ночами плохо спал. Сейчас у него со здоровьем полегче. Ну, эти лекарства, которые он принимает, поддерживают ему жизнь. Ну, рыбалку вот эти увлекаюсь, велосипедом катаюсь. Ну, иногда это бывает так, с рисунками, там, рисуюсь. Вот. Я бы раньше уже это, как бы, музыкальный, художник в школе учился рисовал. Если бы терапию начали в самом детстве, то заболевание не смогло так прогрессировать. В конце 80-х, в начале 90-х такого лекарства не было. Впрочем, и лечение для Марселя пришлось выбивать. В последние годы ситуация улучшилась. Уже 10 лет в Уфе проходит День редких заболеваний. Пациентам и их родственникам рассказывают о диагностике, лечении и психологической поддержке. Всего же в Башкирии насчитывается около 30 видов орфанных болезней. Любое заболевание, особенно орфанное, накладывает на себя отпечаток. И человек, не имея полной информации, вынужден, к сожалению, зачастую решать эти проблемы в одиночестве. Редкие заболевания, в 80% случаев, это генетические болезни. Для их диагностики существует несколько программ. Во-первых, до рождения планируется во время беременности проведение первого скрининга, во время первого скрининга беременных женщин, исследование на риск хромосомной каталогии. Данное исследование доступно для всех беременных женщин, выполняется планово. Второе исследование, которое проводится, это уже после рождения детей, проводится массовый скрининг новорожденных. Он проводится во всей Российской Федерации, в том числе и в нашей Республике. Скрининг проводится на 5 болезней. Это фенилкетонурия, моковисцидоз, адреногенитальный синдром, галактозамия и врожденный гипотириоз. Можно проводить скрининг на большее число болезней, но тогда будут нужны федеральные деньги. Из них финансируется, например, лечение таких заболеваний, как гемофилия и российный склероз. При этом некоторые диагнозы попали в другой список, лечение которых возлагается на плечи регионального бюджета. А потом родственники пациентов бьются за положенные препараты в судах. А Марсель Газизов, который смог добиться лечения, теперь мечтает о море, которого он никогда не видел.